добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать пасхальный венок венок очень интересным делается совсем не сложно его можно делать с детьми получается красивый безумно интересный результат который вас порадует а теперь давайте приступать за основу я беру картон если это гофрокартон то я склеиваю в два слоя картон картон обязательно нужно задекорировать с обратной стороны я клеила тканью и мне хотелось сделать имитацию мха мог я нигде не нашла домой венок диаметром всего 20 сантиметров он у меня небольшой и я ничего проще не придумала как обклеить его гофрированной бумагой наверняка вы такой способ уже знаете очень многие обклеивают таким способом цифры для дня рождения я взяла полоску шириной где-то два сантиметра как следует ее растянула и нарезаю на квадратики по два сантиметра квадратики я делаю небольшие для того чтобы бумага не сильно топорщилась на самом веночке большую часть я уже обклеила и покажу вам лишь небольшую часть на тот случай если вы вдруг не видели беру карандаш или ручку и обматываю плотно квадратиком кончик карандаша наношу капельку клея и приклеиваю к своему веночку приклеиваю я очень плотно друг дружки то есть совсем совсем рядышком каждый свой квадратик и таким образом у нас не будут видны какие-то вот эти вот дырочки от карандаша обязательно нужно будет сделать петельку я чуть не забыла ее сделать и делаю ее из шпагата и после чего продолжаю обклеивать и обклеивать все также плотным не забывайте обклеить сами торцы веночка чтобы он был более таким вот объемным выглядел более объемным основа для венка готова результат не более чем нравится более чем устраивает и теперь можно приступать декору и декорировать можно всем чем угодно все как пожелает ваша фантазия и душа у меня же это будут практически все цветы которые я сделала сама и для начала я беру два тюльпана белого цвета единственное что с этими тюльпанами я не подрассчитала и сделала их немного крупноватыми но уже не стала переделывать и оставила их так сначала я размещаю тюльпаны затем прикладываю так сказать свою мимозу и все это скручиваю не приклеиваем для того чтобы можно было видеть что можно добавить а что можно убрать сначала я смотала два тюльпана а затем сфиксирую к этим тюльпанам веточки мимозы декор у меня будет располагаться только с одной стороны венка мне так кажется это интереснее но декорировать конечно можно по разному как сделать тюльпаны видео есть на моем канале как сделать веточки мимозы я не показывала напишите в комментариях будет ли вам это интересно снять ли для вас такое видео поделиться ли своим способом и также еще я буду использовать в дальнейшем вот веточку магнолии тоже сделала ее буквально вчера за несколько минут напишите тоже в комментариях будет ли вам это интересно затем я приклеиваю пенопластовые яйца на проволоке их я покупала в творческих магазинах они продаются вот продавались они на белой проволоке я ее тоже задекорировала зеленой гофрированной бумагой чтобы у нас все было в едином так сказать стиле и цвете вот уже вся моя композиция практически готовой после чего я уже приклеиваю ее на горячий клей к самому венку наношу большое количество клеем на нижние стебель и придерживая приклеиваем и для того чтобы спрятать стебли от тюльпанов я приклеиваю веточку магнолии и приклеиваю отдельно еще один цветочек для того чтобы это все скрыть и веточку магнолии я располагаю в другую сторону для того чтобы была небольшая асимметрия и выглядело это еще более интересней саму веточку я приклеиваю прячу под цветочек магнолии и после этого все равно у меня осталось еще видно проволока я доделала еще два цветочка это у меня цветочек и бутон магнолии приклеиваю и на этом мой венок готов до венок на самом деле делается в принципе очень просто очень быстро очень легко и его можно делать с детками и если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока до новых встреч спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! ну и